В общем, всем привет, кто любит есть с камерой. Я сварила сегодня овсянку, но она получилась какая-то слишком жидкая. Долго я сейчас соображала, как эту камеру, кстати, пишу на комп, прям напрямую, на эту самую вепку, делать так, чтобы было видно и меня, и тарелку, но в результате я остановилась так, на чем сейчас есть, короче. Тут у меня овсянка, еще 5 золаков, семена кунжута и молотые семена льна. А еще где-то чайная ложка меда, и это все на козьем молоке, ё-моё. В общем, это у меня как бы завтрак, но пока я собиралась, делала тучу 5-10, ублажала кота едой в плане, и заваривала чай, оказалось, что уже где-то час прошел. И это у меня получилось как-то очень слишком жидко, поэтому это, наверное, овсянковый суп молочный. Приятного аппетита мне и вам. Я так поняла, что я давно не ела на камеру, а это уже вот прям офигеть, как всем хочется. Ну, не знаю, как вы вообще существовали до того, как я стала есть на камеру. Но успела слегка подостыть, вот не знаю, я как-то вроде надеялась, что, видимо, овсянки разные бывают. Но уже просто раз у меня как-то очень густо получилось, наоборот. Нет, тут еще в чашечке такой же, как вчера в стриме чай, зеленый китайский жасминовый, свежезаваренный. Того чая я где-то чайную ложку закинула на чайник, хватило на три заварки где-то вот так, не больше. Вообще-то я обычно ем на кухне. Но решила убить двух зайцев, потому что, по-моему, здесь можно прямо в этом же формате выливать на YouTube, не монтируя. По крайней мере, на месте узнаю. Пришел кот. Ну, прыгай давай. Не будешь? Вы видели ход с кота. Обычно он, если я сижу на кухне и ем, он прыгает на колени и начинает мурлыкать, есть неудобно. Вообще, изначально я хотела сварить манную кашку, но в процессе, когда поняла уже, что варю овсянку, вспомнила, что хотела сварить другую кашку. Вообще, давно манку не варила. Раз у меня теперь есть твердый шоколад, который молочные зубы и не молочные тоже не осиливают, откусить, только грызть. Я думала сварить манку и потереть туда одну конфетку. Кстати, очень вкусно, манка с шоколадом. Там у меня на самом деле варится еще курица, это самый окорочок. А то многие веруют, что только эту консерву ем один-единственный раз делала и до сих пор все веруют. Большой такой окорочок, жирный, бульончик наваристый такой. Я совершенно забыла уже, сколько времени надо варить этот окорочок, потому что что-то как-то привыкла варить всю свининку. Хороший жасминовый чай из Китая. Всем советую жасминовый чай откуда-нибудь, даже если не из Китая. А потом, наверное, обозреть там такие шарики, как жемчужинки. Жасминова жемчужина, что-то такое в России, по-моему, такое называется. И они так потом разворачиваются, длинные такие листики. По-моему, еда на камеру будет совсем короткая, у меня там что-то 5 минут только. Ну, если что, я потом постараюсь как-нибудь еще что-нибудь поесть на камеру. Вот я не знаю, но, по-моему, у этой камеры действительно даже на Линуксе этот звук только вот где сидишь. Потому что у меня животное как-то вопило, по-моему, не было слышно. По крайней мере, я не услышала и не увидела, не увидела ушами на монтаже. Этот час вопит, он любит эти шкурки куриные, ну вот эту кожу, если ему даешь. Еще он может даже хрящики или там даже некоторые косточки куриные так сожрать. Мне иногда кажется, что он собака, а не кот. Хотя, насколько мне известно, собакам или каким-то определенным породам, или вообще нельзя куриные кости. Как бы идет, не знаю, правда или нет, ну, когда в деревне были курицы, то ушло типа по вере, если собаку накормить куриными костями, то она потом будет куриц грызть в живом виде. Станет лисицей, короче. Я тут отмыла, наконец-то, своего пингвина с блеском в жопе, в котором уже был мой самопальный блеск первый, на кокосовом масле с воском пчелиным, с какао гельгийским. Думаю, потом туда сделать воск, уже чисто для ногтей, вот так открывать. Пингвин, давший начало моему, моему жителю с линуксом. У меня чай вообще без никто, я что-то ничего не взяла. Иногда вот так что-то все охота какого-то сладкого, а тут сладкого получается завались, а ничего не охота. На дольше хватит, да? Вот чай закончился. Можно бы еще попить. Ну, не знаю, что-то вставать надо и наливать. И мне, еще у меня каша была, как молочный овсяный суп. И мне как бы в дорогу потом пилить. До магазина за едой, не только. И потом крот с виничком. В общем, Ханя, кушай даже, если Лёли нет с камерой. Не расстраивай свою маму. Есть надо, есть полезно для жизни. И всем пока.